Почти 100 тысяч женщин, живущих на планете, сейчас ждут ребенка. А более 40 тысяч малышей сегодня появились на свет. И все это в мире, где уже почти два года продолжается пандемия COVID-19. А ведь если заболеет будущая мама, под угрозой может оказаться не только ее жизнь, но и нормальное развитие плода. Это гибель малыша. Это преждевременные роды. Это самопроизвольные выкидыши. И это дети, новорожденные, которые рождаются с внутриутробными инфицированиями. И эти признаки проявляются уже сразу после родоразрешения. Кроме того, те осложнения, которые коронавирусная инфекция и тот вред, который она наносит организму, конечно, не может сказываться и на самой пациентке, которой радоваться бы после родоразрешения и воспитывать малыша. А она будет испытывать другие ощущения. Слабость, головные боли, перебои в работе сердца. И я говорю сейчас о том, о чем мы уже видим на примере тех пациенток, которые перенесли, к сожалению, коронавирусную инфекцию. Причиной тяжелых осложнений в первую очередь становится иммунная система. Физиологически это объясняется тем, что 50% внутриутробного материала малыша это тяжелый для организма матери материал. Иммунитет вынужден дремать. Коронавирусная инфекция, она исподволь. С небольших симптомов недомогания, головной боли и, может быть, небольшой температуры в 3-4 дня переходит в тяжелые формы осложнений с огромными поражениями легких. Поэтому при первых признаках недомогания беременная должна обратиться к врачу-терапевту, вызвать на себя врача и обязательно обозначить при вызове, что она на учете по беременности. У нас на сегодня к беременным пациенткам в приоритете направляется скорая помощь, предоставляется место в стационаре, если есть на то показания после осмотра врачом на дому. И первоочередно происходит транспортировка в течение часа буквально бригадой скорой помощи в госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Риск преждевременных родов у беременных заболевших коронавирусом повышается в полтора раза. Из более чем 2000 матерей, чьи роды вошли в статистику, у тех, кого ковид обошел стороной, дети родились недоношенными в одном проценте случаев, у рожениц с коронавирусом почти в 8,5% случаев. Показатель перинатальной смерти у пациентов с коронавирусной инфекцией был на порядок выше у женщин, больных коронавирусом. Частота оперативных родоразрешений кесаревых сечений во время пандемии в больницах выросла с 30 до 40,5%. Причем показания к кесареву сечению были не акушерскими, а была необходимость спасения женщин или детей. Это и дыхательная недостаточность, и многие другие моменты, которые были связаны с оказанием экстренной помощи. С 22 недели беременности вакцинация спутником ВИ показана беременным женщинам, тем, кто не успели вакцинироваться при планировании беременности. 22 неделя – это тогда, когда уже сформировались все органы и система малыша. Если вы планируете беременность, либо находитесь в сроке беременности 22 недели и выше, и вы не болели коронавирусной инфекцией, пожалуйста, обратитесь к своему врачоку-шерогинекологу в женской консультации с желанием вакцинироваться. Прививаться или нет – вот в чем вопрос. Уже доказано, что иммунитет передается и ребенку. Так что вакцинация становится страховкой не только для матери, но и для малыша. Наблюдение более чем за 100 тысячами женщин, которые привились, когда еще не знали, что беременны, показали, что ни одна из использованных прививок не оказала отрицательного воздействия. А беременным, у которых имеются сопутствующие заболевания, стоит быть осторожными вдвойне. Особенно серьезно о вакцинации стоит задуматься тем, у кого есть нарушение обмена веществ, сахарный диабет, артериальная гипертония или дыхательные нарушения. Именно эти пациенты составляют особую группу риска осложнений. Пожалуйста, обеспечьте вакцинацию своих близких того окружения, с которым вы будете после родоразрешения, во время беременности и после родоразрешения с малышом. Иммунитет наработается у вас на вакцинацию, и эти антитела передадутся вашему малышу. И после родоразрешения, после рождения, малыш так же, как и вы, будет защищен от осложнений в случае встречи с коронавирусом. Продолжение следует...